Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодня у нас третья лекция по децепрению основы предпринимательства. Тема лекции «Рыночная конъюнктура предпринимательской деятельности». План лекции – это анализ конъюнктуры предпринимательского рынка, выбор вида и формы предпринимательской деятельности и обоснование выбора стратегии развития предпринимательской деятельности. Конъюнктура товарного рынка – это временная экономическая ситуация, характеризующая совокупностью признаков выражающих состояние рынка, товаров и определенный момент времени. К этим признакам относятся изменения во внутренней и внешней торговле, динамика производства и строительства, движение товарных запасов, динамика цен, численность занятых и безработных, динамика издержек производства, денежные доходы, население и другими. Рыночная конструктура определяет коммерческую ценность и конкурентоспособность товаров, возможность и экономическую целесообразность купли-продажи, выбор потенциальных и фактических стран-экспортеров, импортеров и фирм-контрагентов, поиск благоприятного момента, выхода на рынок формы и методы этого выхода. Рынок представляет собой способ взаимодействия производителей, потребителей товаров и услуг, основанный на децентрализованном безличностном механизме ценовых сигналов. В общее понятие рынок мы включаем совокупность взаимосвязанных рынков, различающихся по характеру обращающихся товаров, составу продавцов и покупателей, механизм формирования цен, широте охвата и т.д. Изменение конъюнктуры рынка определяется в первую очередь характером уровнем развития экономики, но на нее влияют и такие факторы, как сезонный характер производства и потребление ряда товаров, социальные конфликты, стихийные бедствия, изменение международной обстановки. Все факторы, влияющие на конъюнктуру рынка, классифицируются на постоянные, временные, по периодичности их воздействия, стимулирующие развитие рынка или же сдерживающие его. Конъюнктуру рынка изучают с помощью показателей, позволяющих количественно оценить происходящие на нем изменения и определить тенденции их развития. Такие показатели обычно систематизируются по следующим группам. Динамика – это производство основной фирмы и продуценты, появленные новых товаров, загрузка производственных мощностей, динамика инвестиций в данные отрасли, движение портфеля заказов, динамика издержек производства, численность занятых и безработных воздействий, завастовок на объем продукции и увеличение фонда заработной платы, движение курса ценных бумаг и т.д. Основные субъекты рынка – это государство, домохозяйство, бизнес и заграница. Конъюнктура рынка. Совокупность экономических условий, при которых осуществляется процесс реализации товаров и услуг на рынке в каждый данный момент времени – это спрос. Спрос – это потребность товара, выраженная в денежной форме. Спросом называется связь между количеством товара и ценой, по которой данное количество товара хотят купить, т.е. спрос – это перечень. Количество товара, которое покупатели хотят купить по данной цене, называется величиной объемом спроса. Детерминанты спроса – это величина спроса – зависит в первую очередь от цены товара. На спрос взаимодействуют неценовые факторы, изменяющие характер связи между ценой и величиной спроса. Сюда можно отнести предпочтение потребителей, доходы потребителей, цены на товары, заменители и товары из сопряженного спроса, структура населения, ожидание ценовых изменений, налога и субсидии. На этом у нас заканчивается третья лекция. Спасибо большое за внимание. Спасибо.